Здравствуйте! В Челябинске проходит пятая неделя финансовой грамотности, организованная Министерством финансов. И сегодня у нас в гостях Михаил Шушарин, консультант по семейным финансам. Здравствуйте, Михаил! Очень приятно видеть вас в нашей студии. Вообще, есть ли в этом необходимость в проведении вот такого серьезного, большого мероприятия? Как вы думаете? Ну, на мой взгляд, естественно, необходимость в этом есть, и достаточно давно. Поэтому особенно было, скажем так, странно не увидеть практически ни одного мероприятия, которое было бы заявлено от нашей Челябинской области. Необходимость назрела, потому что порядок и в семейных финансах, такие как там бюджеты семейные, общие, раздельные, смешанные, как детей воспитывать, да, и прививать к ним культуру обращения с деньгами. Это все вопросы, которые на текущий момент практически без ответа. Вот мы изо всех сил и стараемся как-то в этих вопросах разобраться и помочь другим. А насколько серьезный пробел вот в этом вопросе по вашим наблюдениям? Ну, на самом деле, если статистику посмотреть, порядка 40 процентов, к примеру, разводов случается в силу того, что есть какие-то разногласия по части финансов в семье. Поэтому, ну, мне кажется, говорящая цифра в этом отношении есть с чем работать, есть с кем работать. Поэтому, конечно, да. Ну, вы сами вот вспоминая свои первые заработанные деньги улыбаетесь, да, как это произошло? У меня опыт был самый говорящий, наверное, потому что мое воспитание финансово началось с того, что ощущая острую необходимость в том, что деньги нужны для меня, как для подростка, я нашел самый простой способ. Я их просто украл. Украл у родителей, после чего был серьезный разговор, укрепленный делом, скажем так. Я понял, что на тот момент деньги, этот вопрос сложный, который пока стоит, собственно, оставить. Тем не менее, в вашей семье вели, была своя бухгалтерия? Наверное, нет. Скорее, нет, чем да. То есть, бухгалтерия была на уровне того, ну, есть пока или нет, хватает или не хватает. Чаще не хватало, поэтому что-то перезанималось. Вот. Поэтому, скорее, нет, чем да. То есть, вы задумались об этом, когда у вас появилась своя семья, да, что вот неплохо было бы заняться собственным бюджетом? Конечно. Конечно. Этот вопрос стал особенно актуален, когда появился близкий человек, когда появились дети. Тем более, что время воспитало некоторые моменты, такие, как ответственность. К примеру, я считаю себя действительно ответственным не только за ребенка, но и за супругу. И считаю, что женщина в семье – это не тот человек, который должен работать ради денег. То есть, работать женщина должна для того, чтобы как-то проявить себя. Ведь человек – существо социальное, красиво выглядеть должна, куда-то выходить в свет, смотреть себя, показывать. А деньги – это целиком и полностью тот момент, который должен ложиться на мужские плечи. И тогда проблем, в том числе финансовых, да, естественно, будет меньше в семье. Но давайте все-таки вернемся к теме «дети и деньги», потому что здесь, мне кажется, очень много непонятно. Вот как вы думаете, с какого возраста стоит эту тему вообще поднимать с ребенком? Эту тему стоит поднимать, начиная с того момента, как ребенок научился считать. Потому что, как правило, как показывает практика, с деньгами дети сталкиваются несколько позже, например, когда они идут в школу, потому что им дают какие-то карманные деньги на то, чтобы он там покушал в школе где-то, в каких-то случаях, может быть, чтобы он доехал в одну там и в другую сторону, если это есть, да. Но, в принципе, если взять наш личный опыт, мы прививаем культуру общения с деньгами для нашего сына уже с того момента, как он только начал считать. Потому что он вполне себе нормально может отсчитать мелочью, там, 26 рублей или 32 рубля. Он понимает, что есть деньги как эквивалент ценности, и, в принципе, в пять лет этого достаточно. То есть он должен понимать, что есть некая такая тема, как деньги, на которые можно купить какие-то вещи, что эти вещи в разных местах могут стоить по-разному, ну и что деньги приходят от мамы и папы. Как правило, в пять лет вот этих знаний для него будет достаточно. Чем дальше и взрослее становится ребенком, тем, ну, скажем так, другие уже вещи надо до него доносить. Ну и так, чтобы он как-то в эту тему общения, использования денег, он тоже входил. Так стоит ли, может быть, вводить в школах уроки финансовой грамотности? Или, может быть, даже раньше с детского сада начинать? Ну, с детского сада не знаю. Я говорил о том, что нужно понимать, что ребенок должен уметь считать. На мой взгляд, это принципиальный момент. Это перед тем, как мы начинаем общение с живыми деньгами. В школах скорее да, чем нет. На текущий момент просто в школьное образование нужно заходить с готовой программой, которая будет адаптирована, в принципе, для детей разного возраста. Это серьезная работа. Мы планируем ее проводить, но на текущий момент пока она не сделана с нашей стороны. Конечно, задумки есть о том, что надо делать что-то большое, нужное, потому что отклик мы имеем в 100% случаев во всех встречах, которые мы собираем на безвозмездной основе. Всегда есть отклик, всегда остаются после семинара родители и дети, и мы обсуждаем какую-то каждую ситуацию в отдельности. Поэтому нужно ли? Конечно, нужно. Ну и мы, в свою очередь, надеемся, что вот эта вот неделя финансовой грамотности, она тоже свои плоды принесет. Правда? Спасибо большое, что вы нашли время и заглянули к нам. Спасибо. Я хотела бы напомнить, что сегодня у нас в студии был Михаил Шушарин, консультант по семейным финансам, и обсуждали мы пятую всероссийскую неделю финансовой грамотности. У меня на этом все. Увидимся на СТС. До свидания.